Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Вот я сегодня хочу повторить челлендж, который запускали совсем недавно. Это банкноты в ультрафиолетовом свете. Я просмотрел альбомы, просмотрел в ультрафиолете и отобрал самые, на мой взгляд, интересные банкноты по ультрафиолету. По крайней мере, оригинальные, чтобы было все прекрасно. Это банкнота полимер, мы как видим. Австралийские 5 долларов, она сама по себе очень достойная банкнота. Так, здесь у нас номер по пику 62А. Тут есть разновиды по подписям. Вот я за нее отдал 500 рублей. Пораньше, конечно, в дальнейшем через инфляцию и всевозможные дела. Падение всех валют. Вот эта цена будет как бы не актуальна. Но, тем не менее, можно будет просчитать все, как добрал и так далее. Ну что, вот такая банкнота. И я теперь, я хочу ее посмотреть в ультрафиолете. Сейчас мы подложим здесь. Ультрафиолет нужно... Так, и вот наша банкнота в ультрафиолете. Видите, как она выглядит. Прекрасно. Такая птичка. Типа голубенькая. Что-то в клювике держит другого цвета. Третий цвет, вот красненький у нас. Вот мы видим. Здесь у нас год 2016. И серия и номер тоже в ультрафиолете. Я считаю, что это одна из лучших картинок ультрафиолета. Хотя много разных. Вот так, я думаю, не лишним будет показать. В ультрафиолете, видите? Типа крабик на лице Елизаветы II. Здесь он более-менее смещен. И здесь крабик, видите? Видите, здесь красное вкрапление. Тоже вот эта часть. Здесь почти одинаково. Немножечко разные. Вот эти дела. Это. Видите, здесь уже чуть-чуть по-другому цвет. Видите, опять крабики на лице. У Елизаветы. Вот это юбилейная монета, видите? Видите, тоже отсвечивает. Вот, видите, здесь красный. Я вижу так номер. Почему-то он не показывает. Вот так вот. Вот тоже пятерочка, птичка. И здесь тоже вкрапление. Это пять долларов у нас. Централ Банк оф Белиз. Это Белиз. Елизавета II. Пять долларов. Просмотрели. Ну, тоже так. В принципе, неплохо. Неплохо. Видите, банкнота. Здесь номинал. И вот такая саламандра. Это саламандра такая блестящая. А это, видите, такая водяная. Ультрафиолет. Тоже мы видим здесь такие части, цветные точки. Нормально. Я не знаю, надо ли показывать мне эту банкноту при свете. И так все видно. Так, наверное, я и буду делать. В боковом свете мы посмотрим. Вот она, видите, такая она блестящая. Я ее показывал. Такая переливается. Это, видите, Централ Банк оф Зебагам. Одна, вторая доллара. Пятьдесят центов, короче говоря. Такая все ее уже многие видели. Вот такая банкнота мы видим. Это у нас 5 евро. Видите, как здесь светятся звезды. Тоже симпатичная. Полоска светится тоже. И вот так обратная сторона. Так мы ее уже видели. Она выглядит в свете. Симпатичная банкнотка. Две десяточки мы видим. Это литовские. Видите, здесь полоса разными цветами светится. А здесь номинал. Здесь ноль еще красный. Здесь не очень видно. Десять лит. Две тысячи первого, две тысячи седьмого года. Две тысячи первого, видите. Ранний номер относительно ИАА. Но тоже литовцы ставили пульта фиолетовые такие отметочки для защиты банкнот. Так, пойдем дальше. Ну что, если глядя на Китай. Ну, простенькие, в принципе. Видите, номинал в квадратах и все. Ну, Китай немножечко обратная сторона, видите. Ну, разными цветами, видите. Все-таки тоже хорошенько подсвечивают более-менее. Такая простенькая сторона, как Афганистан. Относительно простенько. Там войны все время мы видим. Ну что, здесь вкрапления только видим. А вот обратная сторона. В Афганистану, видите, герб. И там, ну, в общем, хорошо расцвечено, в принципе, Афганистан. Так, 10 тысяч. Видите, тоже такая рассвеченная. 10 тысяч Афганистан. Неплохо. Я же говорю, я так прохожу, просматриваю. Так, ну, это мы видим бутан. Чуть-чуть. Это Индия. Ну, неплохо, в принципе, это Индия. Так, это у нас Десяточка полимерная Гонконг. Да, мои зрители, так тоже. Видно, рассвечено. Вот Индонезия. Так, вот Индонезия. Мы видим верхняя. Тоже хорошо подсвечена. Да, эти неплохо. Номиналы. Тысяча, две тысячи, десять тысяч. Банкноты распространенные мы видим. Ну, в ультрафиолете неплохо выглядят, в принципе. Видите, включил настольную лампу. Здесь цвета лучше передаются. Например, красный. Видите. И здесь есть немножечко. Вот, видим. И так её видно. И вот в ультрафиолете, видите, подсветочка идёт. Здесь борстинки, в основном. А так вот уже получше. Видите, как он здесь. Подсветки. Красный номер. Здесь всё подсвечено. Здесь только борстинки и красные номера есть. А здесь, видите, за ним такое подсветочка. Вот, нижний, видите. Красный номер виден. И вот за ним такой вот фон. Вот такой же фон, видите. На верхней. Ворсинки. Красный номер. И фон. То же самое. А здесь, видите, по-другому уже. Видите, пробивается здесь. Узор, квадраты. Ну, при свете, даже при небольшом свете, можно всё-таки различить, что есть ультрафиолет. Вот, тем более. Красный номер у нас. И вот такие квадратики. И здесь вот немножечко. Вот банкнота, смотрите, какая. Здесь номинал. Вот здесь картинка хорошая. На полтинничке. Всё-на-всё. Камбоджа 50. Здесь просто не разошлись. Не на шутку. Так, вот здесь, видите, тоже такая недорогая, небольшая по номиналу банкнота. А столько много в ней ультрафиолета, видите. И это так же неплохо. Видите, хорошо, подсвечен. И здесь, видите, как просто прекрасно. Молодцы. А в свете это вот такие вот банкноты нам знакомые. Видите? Ультрафиолет хороший на них. Так, это у нас Туркменистан 1, 5, 10. Но здесь по номиналу. Простенько. Эти 20, 20, 50. 50, 100, 100. Видите, здесь, кроме номинала, розеточки подсвечиваются. Туркменпаши, Туркменистан. Так же. А вот это я не понял. Это ранее, но тут не было. А есть здесь. Здесь красный номер, видим. И номинал. Так, Филиппины. Номинал. И вкрапления. Так, Гвинея. И Конго. Видите, Конго. Никарагуа. Видите, окошечко просвечивается. И вот такой вот ультрафиолет. Потом номер красный. Плохо его видно. И подписи зелененькие. Это полимер, никарагуанский. Защита хорошая. Видите. 10 кордобов. Никарагуа. Видите, окошечко. 50 сомалийских шиллингов. Видите, тоже симпатичная банкнота. Видно, что это Африка. Африканский расклад. Так, и посмотрим в ультрафиолете эту банкноту. Тут слабенько видно. Женщина подсвечивается. Такой оранжевый цвет. Вот такая женщина подсвечивается. Здесь номинал и номера красные. Так, вот это 10 гурт. Гаити. Юбилейная. 1804-2004. Как обычно, всегда независимость отмечают. Это Гаити. Симпатичная в военной форме представитель. Я не помню, кто он. Санта-Белайр. Предводитель всего этого освобождения. Посмотрим потом. А это мы видим полимер Гватимала. Один кецаль. Эти тут перекликаются современные и ранняя история. Ну, посмотрим в ультрафиолете их. Красный номер видим. Полосочки чуть-чуть зелененькое пробивается. На сердечко похоже. обратная сторона. Видите, как тут. водяные знаки. Водяные знаки. Где у нас 10, 10, 10. есть. Это бумага, я еще раз повторяю, не полимер, есть полимерные. Не юбилейные есть или нет, я не помню. Так, вот мы видим это Гондурас у нас. Гондурас. Гондурас, видим только номер. Гондурас. И немножечко поверху. Гондурас. Так, это тоже Гондурас. Гондурас. Немножечко защиты есть. Гондурас. И это Гондурас из подборочки. 1, 2 и 5. Ну, это так хорошенько разбросан номинал по бумаге. А здесь вот чуть-чуть пробивает и все. Гондурас. Симпатичные банкноты, в принципе. Пятерочка такая. Баталия. Видите. Герб. Какая-нибудь знаменитая личность страны. Видите, там баталия была. Здесь, как говорится, природа. Здесь, видите. Тоже симпатично. Ну вот, на сегодня пока все. Всем спасибо за полный просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. С вами был Олег с канала Деньги Мира. Олег Эко. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»